Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По словам Лара, во многом развитие этих отношений застыло в середине 90-х, и это то направление, в котором следует еще много поработать. Один из лидеров поющей революции Рейн Вейдеман считает большой проблемой существующее социально-экономическое расслоение в обществе. Мы должны признать, что капитализм основывается на индивидуализме, но мы выбрали самый эгоистический вариант этого капитализма, и поэтому вот те разрывы между разных слоев общества, к сожалению, они не удовлетворяют меня лично, и этого я не ожидал. Однако это было мнение людей, которые, что называется, были вовлечены в процесс, а зачастую точка зрения людей со стороны отличается от мнения участников. Мы спросили жителей нашей страны, как они оценивают прошедшие годы, и той ли дорогой пошла Эстония 20 лет тому назад. В целом, я считаю, что результат хороший, но всегда что-то можно сделать и лучше. Я считаю, что этот путь был пройден не зря, и я абсолютно доволен. Я думаю, по-моему, все в порядке, все замечательно, мы развиваемся, то есть много было проделанной работы, мне кажется, достойно все происходит. Я позитивно оцениваю эти годы. У нас были свои деньги, мы вступили в ЕС и НАТО. Мы можем свободно путешествовать по миру. Что-то из произошедшего за эти два десятилетия уже стало историей. Например, национальная денежная единица нашей страны – эстонская крона. Кроме этого, стоит вспомнить, что на повестке дня Европейского Союза, членом которого является Эстония, стоит централизация полномочий. А это означает, что в 20-ю годовщину восстановления независимости наша страна может поступиться еще одной частью своего суверенитета во имя дальнейшего развития. Максим Волков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.